всем привет друзья меня зовут саша ты канала вязание сегодня хочу вам рассказать сделать мини обзор такой быстренький до без воды спицы свеженькие относительно от нет про а значит майнфол серия на самом деле пока что мало отзыва вообще и на ютюбе и в инстаграме и там за просто в гугле а ну поэтому в общем то да если умнее что сказать почему бы это не сделать в общем я изначально как началось моё знакомство с этими спицами ну понятно я их увидела в инстаграме значит потом я хотела заказать набор набор укороченных 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 ну там с типа 2.75 или что там или 3.25 и до пятерки потому что большими размерами я практически не вижу если вижу то это там раз в несколько лет ну я чем-то другим могу повязать но не было не было вот этого половинчатого набора был только большой который там до 10 или до 12 мне такой не нужен естественно дорогу ну дорогой да то есть если бы он там стоил три копейки то можно было бы и целый взять но во первых так как я не работала с этими спицами но сразу набор братья то знаете такое как бы кот мешке поэтому я решила купить вот такие единичные спицы да и что в принципе я вам советую тоже делать потому что когда покупаешь набор если ты со спицами не подружился то в общем до набор лежит просто поэтому можно взять одну-две пары вот именно потестировать их на разные пряжи на разных вообще там не знаю плотностях и всем остальном на разных проектах в круговую поворотными как угодно в общем я могу сразу сказать что я на этой пряжи вязала шерсть хлопок мохер ли он там смесовка у меня мерино с кашемиром что-то я еще вязала носочку я вязала что-то я еще вязала в общем принципе наверное все из так вот вид я вязала все из того что я была у работе я попробовала этими спицами значит у меня здесь два размера это все леска 60 на самом деле я бы взяла возможно восьмидесятку но просто не было а восьмидесятки я покупал в магазине пухать это не реклама это просто да я рассказываю где покупала в общем 325 я взяла и 4 до этого ну вот на данный момент это одни из самых моих ходовых размеров три с половиной у меня много разных спиц в разных я водопроизводителей поэтому я решила до троечка я вижу редко на троечке я решила например вот если мы вяжем какое-то изделие основное полотно на 4 на 325 вся обработка это будет супер-пупер класс с точки зрения удобства и не менять спицы да вот ну как бы одни на другие поэтому соответственно здесь вот выглядит вот так упаковочка очень красиво вот это вот мандала до или мандала кто как ее называет так но вот соответственно цены вы видите да пусть весь но услугу как и есть так и здесь как они называются не крутятся патрон и то есть во спицах которые как они называются разъемные у них есть два вида лесок одни крутятся вторые не крутятся водно а в неразъемных соответственно да он не крутится вот но я на самом деле как бы люблю во-первых так как у меня нету набора и из нетpro у у меня особо сильно отношения не сложились в плане, ну, каких-то других, да, там, спиц, то мне и не надо разъемные, потому что это надо покупать дополнительно леску, да, дропсовские, мне сами по себе лески, ну, так, относительно не нравятся. От Лики у меня нету съемных, да, у меня тоже там одна-две пары, которые, как они называются, неразъемные, ну, поэтому я подумала, что лучше неразъемные, так, я люблю знакомиться с такими, да, ну, и забегая вперед, скажу, что я еще заказала носочные номера, ну, в плане не носочные чисто спицы, а просто восьмидесятка, 2 и 2,25, по-моему, такие номера, но они еще до меня не доехали. В общем-то, что могу сказать, значит, я вязала и на том, и на том номере, значит, мне понравились кончики, кончики реально классные, очень напоминают чагушки, то есть, если вы любите острые кончики, это прям реально находка, ну, вот, соответственно, давайте вот так покажем. Это четверка, это 3,25, то есть кончики острые, они отлично себя показывают в работе, первый ряд, особенно, когда вот первый, самый первый ряд, когда только-только спицы из упаковки, чуть-чуть туговато идет, потому что, ну, спицам просто надо, да, ошлифоваться, ну, вот буквально пол первого ряда провязываете, и у вас уже красота и хорошее скольжение. В общем, кончики просто 10 из 10, скольжение самой спицы мне очень понравилось, вот это, я так понимаю, просто напыление, поэтому, ну, вряд ли оно долго проживет, да, значит, ну, вот я связала там сколько там, 4 образца, потом там еще пару рядов на каждом, на каждой пряже, да, ну, вот пока что все живет. Значит, и стыки, да, меня просили, и часто спрашивают по поводу стыков, я слышала разные, честно говоря, но я больше слышала на разъемные спицы, у меня не разъемные, и мне стык понравился, у меня ни одна, ни первая, ни вторая спица, ну, в смысле, размеры, да, я имею в виду, нигде не застревала, то есть я делала, да, специальные вот эти вот движения, но ничего нигде не застревает, не знаю, дождусь еще носочных, и, естественно, про носочные вам расскажу, может, где-нибудь во влогах или отдельное видео про носочные расскажу, ну, в общем, мне понравилось, да, хорошие стыки, ничего такого, очень красивый цвет, естественно, лески, сочные, яркие, замечательные, все в таком, в такой гамме, вот, сам тросик достаточно такой жесткий, да, то есть он не супер мягкий, но он идет как чагушный тросик, который на, ну, именно тросик, да, не леска, а тросик, уж не знаю по поводу памяти, да, но мне кажется, что, ну, без памяти он, мне кажется, ну, возможно, что я ошибаюсь, ну, по крайней мере, то, что я вязала, я попробовала связать Magic Loop, единственное, что 60-ка, это не очень удобно, но вот вы видите, да, что все, здесь их раскрыть, ну, вот так вот они, ну, у меня и чагушные точно так же выглядят, когда они вот так вот хранятся, так, поэтому я не знаю, с памятью это, без памяти, ну, вот выводы делайте как бы сами, да, а, значит, что еще могу сказать, они достаточно удобно ложатся в руке, это, которые идут 13 сантиметров, это не у короты, я, кстати, не знаю, есть ли у короты, ну, мне, по крайней мере, не попадались, укороченные, неразъемные, лежат хорошо в руке, значит, ну, нигде никакого дискомфорта вот здесь там, да, не чувствуется, но они чувствуются в руке, то есть, например, если берешь, ну, вот как чагушки, они тоже чувствуются, если берешь хая-хая, они легкие, у меня иногда было ощущение, что я как будто воздухом вяжу, они очень легкие, мне это даже больше не нравится, чем нравится, здесь ты чувствуешь в руке, что это хороший, качественный металл, а ты чувствуешь саму спицу, и ты как бы ею управляешь, поэтому, честно могу сказать, что мне спицы понравились и на материалах, и вообще в целом, да, сами по себе, конечно, надо еще больше ими повязать, но, по крайней мере, вот такое вот первое опытное пользование, да, и ни на одной, ни на одном виде пряжи мне эти спицы понравились, вот, я не пробовала неразъемные, точнее, разъемные, поэтому ничего по поводу них не могу сказать, но вот эти смело рекомендую, они стоят вполне себе хорошо для качественных спиц, да, потому что, если мы сравниваем с чагушками, на которые они очень похожи, чагушки стоят гораздо дороже, ну, последнее, что я там покупала, не покупала, а смотрела, один тросик стоит 900 с копейками рублей, там, тысячи где-то, что-то такое можно найти за 800, но это один тросик, а неразъемные, что-то там 1300, что-то 1400, мне кажется, ну, по крайней мере, вот Россия, потому что у нас, значит, Nitro Mindful в Минске появились относительно недавно, в Минске я видела в Меофилата в районе 30 рублей, но там были разъемные, там неразъемных нету, поэтому я не могу судить о цене, ну, вот, неразъемные я покупала в России, и, соответственно, вот такая вот цена, да, то есть четверка это 786 рублей, 325 это 741 рубль, ну, мне кажется, это вполне себе адекватная цена за качественные спицы, да, не какой-то там шалокрут, а нормальный, качественный инструмент. Так что, надеюсь, вам было это полезно, надеюсь, вы себе что-то присмотрели, да, ну, а, соответственно, если вы, да, не любитель пользоваться чем-то новеньким, пробовать, там, и так далее, то, ну, если у вас есть Чиагу, то вы точно ничего не потеряете, вот, но если, например, у вас нету Чиагу, и вы, там, ну, допустим, не можете себе позволить финансово как-то, и так далее, то вот присмотритесь, отличный вариант, но обязательно рекомендую взять хотя бы один-два номерочка, просто попробовать, попробовать, как они лежат у вас в руке, потому что, я же говорю, я наслышана разная, кому-то неудобно, кому-то стыки плохие, у кого-то леска слишком грубая, да, и там, так далее, кому-то что, все мы с вами разные, поэтому обязательно нужно пробовать, обязательно тестировать. Так что, надеюсь, что вам это видео было полезно, интересно, если вам понравилось, нажмите, пожалуйста, на лайк, если мы с вами по какой-то причине еще не дружим, то предлагаю нажать кнопку подписаться, и, в общем-то, уже дружить полноценно и осознанно. Будут еще подобного вида видео, да, потому что я говорю, что буду ждать еще носочные, и, возможно, возьму еще какие-то разъемные спицы, но это не точно. Но на данный момент мой вердикт такой, что я рекомендую. Так что огромное спасибо, и тогда до следующего видео, пока-пока!